Добрый день, приветствуем наших подписчиков на канале интернет-магазина Энергомаг, нынешних и будущих. Меня зовут Александр, я предлагаю видео, ответ на комментарий к видео, как сделать заземление в квартире советской постройки. Само видео, о котором я говорю, вы сможете посмотреть по ссылке в описании к данному видео, чтобы я не пересказывал. Коротко скажу, там я рассказываю, как можно в советской квартире сделать зануление, это не совсем такое уж заземление, но тем не менее будет хоть какая-то защита. Ну а теперь комментарий. Комментарий написал электромастер, называется канал, ну не знаю, мастер не мастер, не смотрел какие там видео. Теперь читаю комментарий. Зануление делать запрещено, вы дали прекрасную идею, не дай бог кто-нибудь сделает, вы возьмете ответственность за жизнь этих людей. Что будет, если отгорит ноль? Ну давайте начнем, что значит отгорит ноль? Отгорит ноль, это если не стало нуля в этажном щите. Но это все равно, как что будет, если кирпич упадет на голову. Ну можно предположить, конечно, что будет. Но это такая уже форс-мажорная ситуация, что такое, что будет, если отгорит ноль, я расскажу в одних из своих последующих видео. От чего это может произойти и как этого не допустить. Далее, я вам скажу, будет перекос-фаз. Ну перекос-фаз согласен, будет, но он будет трехфазной сети, то есть это в этажном щите. В квартиру же заходит сеть однофазная, 220 вольт. Само слово перекос-фаз, то есть у вас заходит фаза и ноль. Ну перекос да и перекос. Да, это, грубо говоря, будут не сильно счастливы все жители этого подъезда, потому что одновременно сгорит очень много, я видел такие последствия бытовой техники. Потому что в каждой фазе будет разное напряжение. Чем фаза будет на более нагруженной фазе, оно будет ниже, на менее нагруженной оно будет выше. Какое будет в данный момент, никто сказать не может. Но перекос-фаз к сети в квартире никакого отношения не имеет. Дальше. На львом проводнике появится опасный для жизни человека потенциал. Это я вообще не понял, откуда. То есть ноля не стало, а потенциал. Что такое напряжение? Это разность потенциалов. Нет ноля, нет напряжения. Я думаю, многие видели, как там ворона сидит на голом проводе. И я тоже там в детстве задумывался, что же ее током не убивает. Потом пошел учиться. И теперь я понимаю, что если бы она развернула крылья и одним крылом коснулась фазы, а другой ноля, ее бы убило. А так разности потенциалов нет. Она себе сидит спокойно. Дальше. А учитывая, что у вас нулевой заземляющий проводник в этажном щеке соединенный, то такой же потенциал будет и на корпусе стиральной машины. Но так как потенциала никакого не будет, соответственно, на стиральной машине тоже никакого потенциала не будет. Дальше. Хозяйка, коснувшись, может даже не успеть понять, что произошло, так как стиральная машинка контактирует с водой. Ну как она контактирует? Стиральная машинка, устройство. Можете даже, если есть желание, время, разберите свою стиральную машинку. Посмотрите, там стоит двигатель, барабан, в котором крутится белье, которое стирается. В барабан подается вода и выход. Они никак не связаны. Стоит шкив там или привод какой-то. Ну может насос еще какой-то. Как она контактирует? Она может, конечно, контактировать, если это стиральная машина, как была когда-то у моей бабушки. Рига-2, там 50 какого-то года выпуска. Если вы ее до сих пор эксплуатируете, то да, она может с водой контактировать. Ну я думаю, у кого такая стиральная машинка, он, наверное, заземление его мало волнует. Есть оно там, нет. А бы крутилось, как говорится. Дальше последнее объединение нулевого проводника и заземляющего допускается делать во ВРУ здание. То есть это на вводе в дом. А далее пятижильным кабелем тянется по подъездам. Абсолютно согласен. Было бы прекрасно, если бы в квартирах советской постройки была такая сеть. Но ее нет. И вряд ли в ваших домах кто-то будет перекладывать кабель, потому что вам нужно заземление. Ну вот, я думаю, я ответил на этот комментарий. И этот комментарий мне еще дал темы для других видео. Что такое перекос фаз. Что будет, если отгорит ноль и как этого не допустить. Ну вот, все, что хотел сказать. Если остались вопросы, пишите в комментарии к данному видео. Ставьте лайки, если видео понравилось. Ну и если еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал. Потому что мы предлагаем электромонтажные работы, монтаж заземления и различные. Наш сайт энергомах.нет. Это не только сайт продажи оборудования, но и продажи решений. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните. Будем рады ответить. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok